Все мы разные, толстые и худые, блондины и брюнеты, отличники и двоечники, люди разных рас и национальностей, азиаты, евреи, русские, армяне, украинцы, молдаване. Мы не обязаны любить всех, однако все люди имеют право достойно жить на планете и не страдать от презрения и оскорбления. Об этом и о том, какие должны быть взаимоотношения между людьми, мы поговорим сегодня. Сейчас на Земле насчитывается около трех тысяч народов. Российская Федерация – одна из огромнейших в мире многонациональных стран. В России проживает приблизительно 166 национальностей. Некоторые люди считают, что достойно жить должны только русские, а национальным меньшинствам в России не место. Но разве можно представить Россию без таких людей, как Петр Багратион, российский генерал с грузинскими корнями, герой Отечественной войны 2012 года, Абрам Петрович Ганнибал, генерал, прадед Александра Пушкина по материнской линии Эфиоп, Владимир Иванович Даль, российский лексикограф, автор толкового словаря живого великорусского языка из обрусевших датчан, Константин Эдуардович Циолковский, русский ученый из Самоучка, основоположник современной космонавтики из Поляков. Как представить Россию без имен этих и других бесчисленных героев нашей истории нерусского происхождения? Сегодня мы нередко слышим с телеэкранов от ведущих политиков незнакомое нам до недавнего времени слово «толерантность». Толерантность – это терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям и верованиям. На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Толерант Перегор, князь. Он отличался тем, что при разных правительствах оставался министром иностранных дел. Его особый талант был в том, что он умел учитывать настроение окружающих, уважительно к ним относился и при этом сохранял свои собственные принципы, стремился к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. С именем этого человека и связано понятие «толерантность». Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способа проявления человеческой индивидуальности. Человек имеет право быть другим. Сегодня наш разговор посвящен толерантности. Не всем, может быть, на первый взгляд это слово понятно, но смысл, который он несет, очень важен для существования и развития человеческого общества. Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития человека в обществе в целом, набирает обороты третьей тысячелетии. Прогресс неумолимо движется вперед. Техника пришла на службу человека. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, спокойнее. Но мы все чаще и чаще слышим слова «беженец», «жертва». В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, расширение зон конфликта. Эти социальные явления особо затрагивают молодежь. В последнее время в подростковой и молодежной среде наблюдается катастрофический рост всемозвожных форм асоциального поведения. Продолжает увеличиваться подростковая преступность. Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот. Чтобы учитывать и понимать людей, нужно научиться понимать своих родителей, друзей. В жизни нам часто приходится страдать, обижаться на окружающих, за то, что нас неправильно поняли, напрасно обидели. «Счастье – это когда тебя понимают», – говорит герой фильма. Что нужно для того, чтобы налаживать взаимопонимание? Ведь без него не может быть полнейшей дружбы и любви, ни творческого сотрудничества, ни просто нормального общения. Если мы будем придерживаться принципов толерантности, тогда поверьте, ваша жизнь обязательно станет лучше. Счастья всем вам, мира, радости и терпения! Субтитры создавал DimaTorzok